А знаете ли вы, что такое хула-хупинг? Единственная студия, практикующая направление, находится в Брестском дворце культуры профсоюзов. И сегодня мы с вами попадем на первую индивидуальную тренировку. Дворец культуры профсоюзов – площадка, где уже давно собрались и закрепились очень творческие и креативные люди Бреста. Ксения Бычкова – одна из них. Больше 15 лет девушка увлекается хула-хупингом. Искусство, сочетающее в себе танец и вращение обруча, выглядит очень зрелищно и ярко. Студия хула-хупинга – она единственная в стране. Еще в городах есть цирковые студии, там тоже кручат обручи, но вот они, в основном у них направленность на трюки, на количество обручей. А ваша задача в первую очередь – танцевать. Сегодня азы хула-хупинга с азартом постигают и взрослые, и дети. Это не только развлечение, но и способ занятия физической активностью. Несмотря на то, что школа хула-хупинга существует всего несколько лет, ребята уже выступают на городских праздниках и мероприятиях. Хула-хупинг для разных людей может быть не только как развлечение и танцы. Это уравняет также осанку и какой-то фитнес-нагрузка и кардио-нагрузка, поэтому полезно не только развлекаться. Свои первые шаги в хула-хупинге Ксения Бычкова сделала еще будучи ребенком. Ее отец Владимир Бычков, руководитель народного циркового коллектива «Довгялы», часто брал малышку с собой на тренировке, где она пробовала свои силы и возможности. Да, дети проще постигают эту науку. Однако, если хула-хупинг увлекает и взрослого, не беда. Главное – желание. Если человек только пришел к вам, вот первое, чему вы его обучаете, что показываете? Показываю, как правильно крутить на руке. Большинство людей почему-то крутят на руке вот так. Но здесь он абсолютно не контролируется никак. Он может и в лоб прилететь, и в зрителя лететь. Чтобы его как-то можно было контролировать и регулировать, его нужно крутить ладошки. Да, мой первый блин, конечно, был комом, но чуткий тренер Ксения подбадривает – не нужно расстраиваться. Несколько занятий и рука будет поставлена. Даже она порой проводит месяцы тренировок для того, чтобы разучить новый элемент. Удовольствие – это когда выучил новый трюк, и вот это вот ощущение, что ты все-таки его сделал. Вот делаешь, делаешь, не получается. И когда его, наконец, выучил, вот это вот ощущение того, что ты смог, подталкивает тебя делать что-то еще больше. Сегодня девушка активно готовится к новому учебному году. К встрече со своими юными дарованиями, придумывает новые номера и трюки для себя. Ведь главное в холохупинге – это развитие. А тех, кому интересно такое направление, ждут в студии. Здесь рады каждому, кто решил открыть для себя что-то новое и неизведанное.